Можно было и не рассказывать об этом, но я расскажу, что я снималась раза два, по-моему, у одного режиссера. Не буду называть его фамилию, не хочу его ставить в неловкое положение. И мне дают сценарий, где мне ассистентка звонит из Петербурга, говорит, Валентина Ивановна, вот выберите две пожилые женщины, они в общей квартире, одна старая ленинградка интеллигентка, а другая, ну, немножко стервозная. Вот они живут в общей квартире, у одной комнаты, у второй комнаты. Вы какую хотите? Я говорю, я бы, конечно... Старая ленинградка читает стихи, а эта выращивает стервозные, значит, цветы. Я говорю, я бы хотела старую ленинградку в очках читать стихи. Ну, хорошо. Потом я говорю, а кто будет стервозным? Ну, вот сейчас ищут. Нашли. Лилю... Лию Меджуновну. Хиджакову. Ну, как вы знаете, отчество. Это для зрителей. Да. Она спросила, а кто будет играть старую ленинградку? А ей сказали, будет играть Талызиным. Она сказала, нет, я не буду. И продюсер выбрал, а меня не выбрал. Все. Где эта картина, не знаю. Все-таки, значит, с Хиджаковой вы рассорились в какой-то момент. Нет, я не рассорилась. Не могла же она так сказать? Нет, я не ссорилась с ней. Просто, когда я спускалась в Праге с лестницы, с самолета, вот по этой лестнице, и первый вопрос был к ассистентке, я говорю, ну что, согласилась она? Нет. Моя партнерша, мы с ней знакомы с общежития на Трифоновке. Вот была моя комната, русский курс, первый, там, второй, ГИТИСа. А через комнату была адыгейская студия, где она училась. Мы с ней общались, но не дружили, но общались. Ну так почему она... А не знаю! Поссорилась с начальством Первого канала, ей оказалось, вот, не знаю что. А я знаю почему. А подождите. Я пришла на съемочную площадку, и говорю, что вы решили с подругой Таней? Она меня бросила как партнершу. Я бы не бросила никогда своего партнерши. Она бы меня бросила, переступила. Вот такой актерский закон. Таня пошла в магазин. Я говорю, это обманка. Таня пошла в магазин, Таня должна вернуться из магазина. Про иронию судьбы мы говорим, про вторую часть. Да, про вторую часть. Я говорю, она должна... А что вы предлагаете? Я говорю, я предлагаю, или умерла, или уехала. Эмигрировала, в смысле? Да. Да подождите, уехала, неизвестно куда. Может быть, и в Иркутскую область. Он говорит, ну, умерла у нас лидическая комедия. Я говорю, правильно, значит, уехала. Ну, а куда? И у меня вдруг в голову мысль, а куда она может маленькая, черненькая уехать? Поехала на свою историческую родину. В Адыгею? Нет, не в Адыгею. А в другую. Адыгея как-то с иронией судьбы не связана. И все время звонит мне по телефону. Это я придумала, что я с ней все время разговариваю. А потом Бекмамбетов режиссер говорит, да бросьте вы этот телефон в кадре. Я бросаю этот телефон. И Барбара Брильская в Киеве, опять в любимом, красивом городе Киеве, господи боже мой. Барбара Брильская говорит, а мы тебя отправили в Израиль. Но что Меджуна сказала сволочью? А я думаю, она вам простить не может дружбы с Виктюком, потому что так как ее обозвал Виктюк, я не могу произнести эти слова. Почему? Ну потому что это ненормативная лексика. Там он ее назвал старой, я не буду говорить кем. И я знаю, что это обидело Хиджакову больше, чем что-либо в ее жизни вообще. Вообще она об этом говорит. Ну тогда мне придется рассказать про Виктюка. Так. Когда я ни и про Меджуновну никому это не рассказывала. Так, эксклюзив. Когда Виктюку исполнилось 50 лет, дура Талызина стала собирать деньги, чтобы устроить ему стол. Кто снимался, сдавали по 15 рублей, кто не снимался, сдавал по 10 рублей. Но собирали какую-то очень большую сумму, я сейчас не помню сколько. И был организован стол, и во главе стола Виктюк, он обалдел. И все его артисты, которые у него снимались, сидели за этим столом. Потому что все сдавали деньги, но уже кто не сдал деньги, это уже не важно. Это был для него праздник, по-моему, ему исполнилось 50. Вот как-то так, мне кажется, 50. И, ну, я, конечно, чувствовала себя, в общем, ну, так сказать. Ира Мишниченко тоже как-то собирала. А через одного человека сидела Меджуновна. Ой. Ну, рассказываю. Первый тост пьют за Виктюка. Второй тост пьют за кого-то. Я думаю, когда же за меня будет? Ну, я выпиваю там по глотку, по полглоткам. Третий тост. Думаю, да когда же будут за меня? Ведь я все-таки организовала этот стол. Я подруга первая вообще. Четвертый тост. Наконец вспомнили про Талызину. Я встаю, ну, Талверды или как называется, говорю. И абсолютно непосредственно, вот как на душе лежало, говорю. Вы знаете, чем он гениален? Тем, что он абсолютно точно понимает психологию женщин и психологию мужчин. Вот это в нем уживается в одном творческом каком-то союзе. Потому что, ну, бывает или тот, или другой, но у него это вот он абсолютно. И вдруг я слышу, хорошо лизнуло. А Хиджакова? Ну, не будем уточнять. Я подумала, боже.